Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками Джорс де Кирко. Итальянский художник, крупнейший представитель метафизической живописи, предшественник сюрреализма, старший брат писателя Альберто Савиньо. Родился в греческом волосе в итальянской семье, отец принадлежал к сицилийской аристократии, у семьи Кирко были греческие корни, учился в высшей художественной школе в Афинах. В 1906 переехал в Мюнхен, где посещал занятия в художественной академии. Там он открыл для себя Шопенгауэра и Ницше, живопись Клингера и Беклина. Я пользуюсь википедией. С 1908 года жил в Италии, переехал в Париж затем, где сблизился с Пикассо и Аполлинером. С начала первой мировой войны вернулся в Италию. Примал участие в выставках осеннего салона с 1913 салона независимых. Как раз в этот период рождается серия его полотен с названием Тайна. В 1917 году в военном госпитале Ферраре де Кирко подружился с художником Карла Карра, основывая вместе с ним движением физической живописи. Создал свои самые значительные произведения, серию видов пустыны, городских площадей, натюрмортов. Де Кирко был женат на двух еврейках, ими грибовших из России. Раисий Гуревич, с которой разошелся, и на изобилие Пакшвейер. Наиболее известен метафизический период творчества Кирко, когда были созданы такие полотна, как «Ностальгия по бесконечности», «Ланхолия», «Тайная улица», «Ностальгия поэта», «Большая башня». После Первой мировой войны вместе с Пикассо, Матиссом и другими авангардистами перешел на позиции неоклассицизма. В 1930-е пришел к академизму. Знаковый и необычный художник Италии. Творчество гармоничное, одновременно шокирующее, совмещает в себе впитанную с детства архитектуру Греции, искусство возрождения и метафизическую и реальную жизнь. Надо сказать, что в 1929-м Кирко создает декорации к дягилевскому балету бал. Успех был настолько ошеломительный, что публика после спектакля требовала его наравне с артистами. В последние годы своей жизни Кирко обращается к самому себе. Он копирует свои ранние работы, добавляя в них новые детали, принося новый смысл. Умер 20 ноября 1978 года в Риме. В одном из своих последних интервью на вопрос, «Кто является лучшим художником 20 века?» Он ответил просто «Это я». Ну, вот, наверное, и все, что мне удалось найти. О, художники Джорджи де Кирко, итальянский художник, крупнейший представитель метафизической живописи, предшественник сюрреализма и старший брат писателя Альберто Савинио. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok